Рождаемость в регионе в 2022 году оказалась самой низкой за последние 11 лет. Такие данные приводит служба ЗАГС в Иркутской области. За период с января по декабрь в нашем регионе органы этого ведомства выдали 24 754 свидетельства о рождении. По сравнению с 2021 годом цифра уменьшилась больше, чем на 1500, а больше всего новорожденных при Байкале за год появилось на свет в 2012 году. Тогда было зарегистрировано почти 39 тысяч младенцев. А вот количество браков в прошлом году наоборот выросло на 2195 по сравнению с 2021 годом. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Здравствуйте! Ну а прямо сейчас вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Повышенная готовность. В Иркутске все экстренные службы переведены в особый режим работы из-за сильных морозов. Все подробности о похолодании в регионе озвучим в программе. В программе покажем, в каком состоянии находятся квартиры брачан, которые пожаловались Владимиру Путину на некачественные новостройки. А также расскажем, кто теперь будет разбираться с претензиями горожан к проблемному жилью. В Иркутске жители микрорайона Солнечный пожаловались на глыбы льда, которые лежат вдоль тротуара. Куда можно обратиться в таком и подобных случаях? Разберяемся в выпуске. Разберемся сегодня и в финансовых вопросах. Что ждет в 2023 году жителей Иркутской области? И будут ли расти цены на недвижимость, продукты и топливо? Ответы на этот вопрос услышите через несколько минут. И теперь о событиях дня подробнее. В этом году крещенские морозы правят бал в Иркутской области. Так сразу на 14 градусов ниже нормы опустилась температура воздуха в областном центре. В Иркутском гидромедцентре сообщили, что такие аномальные холода наблюдаются лишь раз в 10 лет. Но не только в Иркутске. Столбики термометров показывают серьезные отрицательные значения. В западных районах региона температура воздуха сегодня упала до минус 44 градусов, в северных до 45, а в крайне северных до минус 50-55. И ослабление мороза не ожидается в ближайшую неделю. Помимо этого, жители региона ощутят на себе преобладающее влияние поля повышенного давления, антициклона, а также влияние холодной воздушной массы с районов Якутии и побережья Северного Ледовитого океана. Зато все эти дни погода ожидается ясная, с морозными туманами, но без ветра. В областном же центре мороз в ближайшие часы отступит, правда, совсем ненадолго. В ближайшие сутки такое небольшое ослабление мороза, как вот сегодня было, такого завтра уже не ждем. То есть мы ждем повышения температуры и завтра днем небольшой снег. То есть ночью 24-26 градусов и завтра днем около 18-20 градусов. А вот в воскресенье и понедельник ожидаются очень холодные дни, вот самые морозные из этого периода ближайшего. Там температура в областном центре опустится, думаем, что ниже 33-38, можно ожидать, градусов. В связи с морозами аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности. Число аварийных бригад коммунальных служб увеличили по максимуму. Такое поручение озвучили в администрации областного центра на заседании оперативного штаба с участием глав городских округов. В центре внимания сейчас состояние тепловых сетей и объектов энергетики. Коммунальщики будут дежурить круглосуточно во избежание прорывов труб и обрывов линий электропередач. В связи с этим жителям Иркутска следует соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными при использовании электрообогревателей и печного отопления. Дежурные также назначены в каждом комитете по управлению городским округом. Они будут координировать работу управляющих компаний. Коррективы в связи с погодными условиями внесли и в региональном министерстве образования. Дети могут оставаться дома при понижении температур. Дошкольники и младшие классы при минус 30 и ниже. С 5 по 9 класс могут не посещать школу, если температура будет ниже 35 градусов. Старшие классы от минус 40 и ниже. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Иркутянам необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 520-112. Также хочу обратиться к автолюбителям. В такие серьезные температурные режимы противогололедные средства не работают. Единственное, что может делать администрация, это только заниматься отсыпкой всяких поверхностей, но эффект в такие температурные режимы додает минимальный. Поэтому большая просьба, если нет особой необходимости, не пользоваться личным транспортом. Похоже, что усиливать контроль пора и в других сферах жизни при Байкале. Ведь в регионе то и дело возбуждают уголовные дела, связанные с расселением из ветхого и аварийного жилья. Очередное расследование начали в Нижнеудинске после того, как мать четырех детей пожаловалась общественников из ОНФ на разваливающийся дом. В деревянный дом семья женщины переехала в 2011 году. Квартиру они купили с помощью средств материнского капитала. При заселении все было нормально, но спустя восемь лет по стенам пошли трещины, начала протекать крыша и стали замерзать углы. Теперь квартиру приходится топить сутками, ведь она очень быстро остывает. Из восьми квартир в доме сейчас заняты только три, остальные жильцы съехали. При этом в семье женщины четверо детей, трое из которых школьники. Сам дом признан аварийным в 2020 году, но расселить его смогут лишь к 2027. Теперь ситуацией заинтересовались правоохранители. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас допрашиваются собственники дома и должностные лица администрации. Еще одно дело по статье «Халатность», связанное с аварийным жильем, расследуется в Братске. Но там камнем преткновения стали новостройки, куда людей переселили из непригодных для жизни квартир. Уже четыре года горожане добиваются устранения строительных недочетов и даже обратились за помощью к Владимиру Путину. В каких условиях сейчас живут браччане, расскажет Дарья Ивазова. В свою квартиру браччанка Евгения Литвинцева вводит специалистов едва ли не чаще, чем гостей. Вместе с соседями женщина уже пятый год добивается исправления строительных проблем. «Сколько можно с этим тепловизором бегать, собирать эти документы, писать куда-то?» В пятиэтажке на набережной браччане переехали из аварийных и ветхих домов. Но жизнь здесь оказалась далека от комфортной. По словам жильцов, окна держатся на честном слове. А стены и углы промерзают, ведь утеплитель фасада сгнил. Но с доводами жильцов о холоде не согласились приборы. Тепловизором проверили температуру ограждающей конструкции. Термометром проверили температуру непосредственно в самом жилом помещении. Не выявлено никаких отклонений от нормы. Но специалисты все равно собираются проверить другие квартиры. Ведь жалобы от жителей новостроек на набережной в дирекцию капитального строительства и ремонта поступают регулярно. Их число в сумме перевалило за полторы тысячи. Обращения жителей передавали застройщику, чтобы тот устранял нарушения. Ведь на конструкции дома и оборудования действует гарантия. Но качество такого ремонта жители ставят под сомнение. Как и качество самого строительства. Фасад уже после гарантийных работ в августе месяце снова потрескан был. И зашло все это большими трещинами во всю длину. И также халатно носились к своим обязанностям не выводили углы ограждений в приходе в подвал. А еще жители вынуждены платить за коммунальные услуги по общедомовым счетчикам. Ведь квартирные приборы не работают. Хотя их гарантия 12 лет. Все они вышли из строя. И элемент питания у них умер. И здесь, если сейчас мы возьмем, нажмем, ни один теплощетчик не работает. При этом суд уже обязал застройщика устранить строительные дефекты. И с него уже взыскали больше миллиона рублей. Но сейчас фирма начала процедуру банкротства. Поэтому устранять дефекты будут за счет администрации. С 2023 года МКУ ДКСР продолжит работу по устранению дефектов в многоквартирных домах, застройщики которых прекратили свою деятельность. Но приоритетно хочу отметить, что такие работы будут выполняться только касательно общедомового имущества, непосредственно влияющие на возможность эксплуатации квартир в домах. За счет бюджета уже отремонтировали отмостки, водосточную систему и частично полы. Работы обещают продолжить. Дарья Айвазова, новости по будням. Работы по уменьшению аварийности на дорогах Иркутска впереди еще много. Ежедневно на улицах областного центра происходят десятки ДТП. Причем в некоторых местах города эти происшествия случаются особенно часто. Что, конечно, не могло остаться без внимания дорожной полиции. Поэтому сотрудники госавтоинспекции составили карту таких мест. Главными очагами аварийности в 2022 году стали улицы Декабрьских событий и Тимирязева, Байкальская и Трелиссера, пересечения улиц Карла Маркса и Ленина. Всего в списки вошли 10 мест. Теперь этим участкам полицейские уделят особое внимание. В частности, увеличат на аварийных местах число экипажей, повысят на этих улицах количество рейдов, а также займутся проведением профилактических мероприятий и бесед с водителями. Планируется, что такие действия помогут снизить риск ДТП и количество пострадавших на дорогах в областном центре станет меньше. Не становится меньше в областном центре и мест, которые могут стать очагами травматизма. Так, на улице Байкальской уже несколько дней пешеходы вынуждены обходить снежные горы, оставленные вдоль тротуара после очистки дороги. На месте сегодня побывала наша съемочная группа и узнала, как можно решить проблему. Посоревноваться почти с любым самым протяженным горным хребтом в мире вполне может этот тротуар на улице Байкальской в Иркутске. Вдоль всей не самой короткой пешеходной дорожки здесь лежат горы из глыб льда и снега. Оказались они здесь, судя по всему, по воле коммунальщиков, которые очищали поверхность дорожного полотна. Однако забыли о том, что помимо автомобилей по улице ходят еще и пешеходы. Очень тяжело ходить. Очень тяжело ходить. С колесами вообще не выносило. Я вот видите, как инвалиды, вообще не могу ходить. Да вон какие колдобины, и идешь, и друг друга пихаешь. Конечно, недовольны. А как же можно быть довольны? Некоторые из отрезков пути настолько узкие, что по ним с трудом можно пройти пешком. Такая проблема, по словам жителей, здесь складывается уже не первый раз. Забытым коммунальщиками этот отрезок улицы Байкальской остается довольно часто. В прошлом году здесь вообще дороги не чистили, все сужается. И вот это, конечно, невозможно проходить здесь. Службы здесь не работают, к сожалению. Ходить негде, козьи тропы. Весь снег с проезжей части, все перенесли на прохожую часть. Ходить негде очень скользко, очень неудобно. По информации администрации областного центра, работы по уборке снега в Иркутске сейчас ведутся круглосуточно. Так, сегодня ночью на улицах города работали 75 снегоуборочных машин, которые вывезли 1800 тонн снега. В приоритете, само собой, оказываются улицы с самым плотным трафиком, как автомобильным, так и пешеходным. Поэтому до этого участка коммунальные службы пока не доехали. Чтобы исправить ситуацию, мы обратились в диспетчерскую службу Иркутск-Автодора. Так, очистка тротуаров? Очистка тротуара, да, там глыбы сложились с дороги вдоль тротуара. Сложно ходить? Да, спасибо. Нужно заявку приняла. Спасибо. Обратиться с подобными проблемами в диспетчерскую службу может каждый житель города. Номер телефона для того, чтобы оставить заявку в Иркутске, вы видите на экране. Ну а мы будем надеяться, что наше обращение не останется без внимания, и эти горные хребты в ближайшее время уберут. Анастасия Смирнова, Виктор Черкашин. Новости по будням. Гораздо больше времени понадобится другим специалистам на реализацию крупного проекта в Иркутской области. В нашем регионе планируется запустить совместное российско-китайское производство. При Байкалье хотят выпускать электробусы. Соглашение о сотрудничестве двух государств было подписано еще в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно документу, в Иркутской области планируется начать сборку электробусов с использованием технологий китайских производителей. В перспективе также рассматривается возможность производства зарядных станций для электротранспорта и другие виды транспорта на двигателях, которые работают от тока. Реализовать столь амбициозный проект планируется уже к 2025 году. А вот в 2023 году жителям Иркутской области придется в очередной раз перекраивать свои личные и семейные бюджеты. Многие эксперты полагают, что следующие 12 месяцев с точки зрения роста цен на товары и услуги будут куда более сложные, чем предыдущие. Каких сфер нашей жизни коснутся финансовые изменения, сегодня узнавал Даниил Седов. Ценники на иркутских рынках и в магазинах все меньше радуют иркутян. В 2022 году многие виды продукции стали заметно дороже. Связано это с инфляцией и по прогнозам специалистов в 2023 покупательская способность наших земляков станет еще ниже. Но обо всем по порядку. Не меньше цен на продукты питания по кошельку людей бьет рост стоимости бензина. Топливо однозначно будет расти в цене понемногу. То есть это не будет двухзначное значение роста. Это будет примерно 5-6% подорожания точно. Возможно до 10%. Сильнее всего будет расти дизельное топливо, потому что на него сейчас большой значительный спрос. Бензин дорожать будет меньше. А еще в Иркутской области вырастут цены на автомобили. Причем как новые, так и поддержанные. Заметнее всего прибавят в цене китайские машины, которые захватывают отечественный рынок. Для сравнения, сейчас такие автомобили могут стоить более 4 миллионов рублей. Хотя еще несколько лет назад ценник был меньше миллиона. И эта динамика, по мнению экспертов, сохранится. И если вы думаете, что больше в 2023 ничего дорожать не будет, это не так. Недвижимость станет еще менее доступной. 2023 год будет хуже, чем 2022. Это объективно связано с проседанием мировых рынков, очень многих рынков. И нужно понимать, что в этих условиях, если у нас с вами склапывается внешний рынок, у нас начинает расти ценник на рынке внутреннем. Мы сейчас с вами говорим про стройматериалы, про все, что связано с комплектующими по строительству и так далее. Плюс из-за санкций у нас будет объективно дорожать и техника, которую нужно будет закупать уже новую, потому что ту ремонтировать будет невозможно. Но несмотря на все это, у российского малого и среднего бизнеса в 2023 все будет довольно неплохо. По данным сайта ХХРУ, более половины опрошенных предпринимателей намерены провести расширение на своих предприятиях. Более того, многие работодатели Иркутской области настроены в этом году поднять зарплаты своим сотрудникам. Выяснилось, что в этом году намерение увеличить зарплату есть у 41% компаний. 46% планируют оставить ее на том же уровне, а 3% намерены уменьшить уровень зарплат, который они уплачивали сотрудникам в предыдущем году. Как бы то ни было, жизнь в Иркутской области подорожает. И зарплаты за ценниками на продукты, квартиры и машины вряд ли поспеют. Поэтому в 2023 году вновь придется экономить. Но нам, судя по всему, уже не привыкать. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. Экономить уже сейчас с помощью скидок или вовсе бесплатных услуг могут школьники Иркутской области. Для этого в регионе существует целый перечень льгот. Однако у таких привилегий есть и некоторые условия. Подробности в следующем материале. Бесплатное питание, проезд, посещение музеев и театров. Такие льготы доступны детям в Иркутской области. Правда, получить скидку или даже полностью бесплатную услугу можно только при определенных условиях. Так большое количество льгот дается школьникам из малоимущих и многодетных семей, детям-инвалидам и малышам, которых воспитывают родители-инвалиды. К примеру, такие несовершеннолетние могут бесплатно ездить на муниципальном транспорте. Для этого нужно лишь получить специальный билет. Что касается авиа и железнодорожных перевозок, то здесь скидки на билеты предоставляются абсолютно всем школьникам. Также для учеников с 1 по 4 класс во всех школах региона предоставляется бесплатное питание. Что касается более старших детей, то на такие горячие обеды могут рассчитывать лишь школьники из льготных категорий. Они же имеют право на скидку или на бесплатный просмотр спектаклей в театрах. Однако выбор формата льготы остается за культурным учреждением. Государственные же музеи предоставляют таким несовершеннолетним постоянное право бесплатного посещения. А те, кто не имеет льгот, могут не платить за посещение экспозиции раз в месяц. Анастасия Смирнова, Новости по будням. Через 9 месяцев в Иркутске преобразится территория, которая прилегает к будущему Суворовскому училищу. Администрация областной столицы планирует провести благоустройство земель до 1 сентября этого года. На эту же дату назначено открытие учебного учреждения. Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству курсантского сквера. Проектом предусмотрены тротуарные дорожки, освещение, скалодром, игровые и детские площадки. Эти работы закончат в апреле. Сразу после специалисты приступят к уборке строительного мусора и обустройству территории, которая прилегает непосредственно к Суворовскому училищу. Напомним, строительство этого объекта начали в 2021 году. Учебное учреждение будет рассчитано на 420 мест. Набор детей начнется уже этой весной. Чтобы набрать экспонаты для музеев, их хранителям нередко приходится проводить кропотливую работу с архивами, коллекционерами, простыми жителями. Но порой экспонаты могут оказаться прямо под ногами. Так коллекция Иркутского областного суда пополнилась уникальным экспонатом полуторавековой давности, который нашли в огороде. Причем совершенно случайно. Помощник судьи Юлия Зонора приехала к сестре в город Верхоленск, решила помочь по хозяйству и среди картошки нашла в земле знак мирового судьи, датированный 1864 годом. Именно в этом году в Российской империи появилась система знаков отличия для представителей разных профессий. Своего рода удостоверение для госслужащих. Находку показали антиквару Сергею Снарскому. Тот подтвердил подлинность знака и определил, что этот экземпляр был отчеканен в конце 19-го либо начале 20-го века. И раньше на нем была позолота, которая со временем стерлась. Да и сам знак не пощадило ни время, ни люди. Во время бытования этого знака кто-то отрубил часть от него. Я предполагаю, что так как он был найден в районе Верхоленска, вместо рыбаков, поэтому, скорее всего, из этого кусочка меди сделали блесну и удачно ловили ленков и пятайменей. Хотя даже в таком виде он представляет интерес, потому что это часть нашей истории. Поэтому теперь знак будет храниться в музее Иркутского областного суда вместе со своим собратом. Они отличаются и возрастом, и способом изготовления. На знаки слева символы накладывали, а знак справа штамповали целиком. Но это не единственные старинные экспонаты. Например, здесь хранится книга учета дел, которые рассматривались в Иркутске еще 150 лет назад присяжным поверенным, своего рода адвокатом Митрохиным. И коллекция музея постоянно пополняется. Ну а сразу после новостей спорта расскажем о том, как в Иркутске прошло празднование Крещения Господня и кто из жителей областного центра сегодня решился погрузиться в ледяную воду. Выезд Байкал-Энергии в Новосибирск оказался результативным. В 18-м туре наша команда играла с местным Сипсельмашем. Первого мяча болельщикам пришлось ждать аж до 34-й минуты, когда Александр Антипов вывел иркутян вперед. Под занавес тайма Юрий Викулин удвоил преимущество. Во втором игровом отрезке хозяева льда пытались вернуться в игру, но Байкал-Энергия на классе довела дело до победы 3-1. Вторую победу домашней серии чемпионата России по волейболу одержали волейболистки клуба Локомотив Ангара. Иркутские девушки встречались с принципиальным соперником командой за Байкалка. Из читы эта игра, как и предыдущая, выдалась для нашего коллектива непростой. Пришлось провести 5 партий. Однако на тайбрейке игроки Локомотива Ангара все же вырвали победу 3-2. А вот баскетболисты Иркута проиграли в 17-й игре Суперлиги. Оранжево-черные в Сургуте встречались с Университетом Югрой. Первая четверть осталась за нашей командой, однако в дальнейшем развить этот успех не удалось. В оставшееся время хозяева паркета вели игру, что, разумеется, сказалось на результате. 66-73 Иркут уступает и вылетает в Подмосковье, где сыграет с химками. Данил Седов, новости по будням. Десятки тысяч жителей Иркутска и ближайших районов сегодня собрались вместе, чтобы исполнить традиционные ритуалы в честь праздника Крещения Господня. Это и молебен в церкви, и забор воды из Иордани, и погружение в купеле. Как люди отметили праздник Богоявления в этом году, расскажем далее. С крестного хода каждый год начинается один из главнейших праздников у православных христиан – Крещение Господне. Шествие с иконами и хоругвами – это символ готовности следовать по стопам Христовым. По-другому верующие называют этот праздник Богоявления. И вот почему. Люди сначала приходят в храм, так же, чтобы услышать Бога, чтобы Богу быть угодным, нужно очистить свое сердце исповедью, причастием. И затем уже совершается молебен на освящение воды. Когда Господь в этот день дает свою благодать людям, Он через святую воду отвечает на молитву людей, на желание быть с Ним. Такое желание проявили сегодня тысячи жителей Иркутска и ближайших районов города. Так на заливе Якуби набрать святую воду можно было в двух прорубях. Кроме того, у всех желающих была возможность прямо на Иордании зажечь свечу и поставить на ледяной подсвечник, а также позвонить в настоящие колокола на ледяной часовне. Погружение в купель – это также один из главных ритуалов крещения. Более того, вот уже 20 лет, с 2003-го, кроме омовения в Иордании, некоторые жители города решаются непосредственно принять таинство крещения в День Богоявления. Кстати, до 2001-го года купели в Иркутске вовсе не делали, так что это все еще весьма молодая традиция. Ну а чтобы все проходило без происшествий на заливе Якуби, где расположилась единственная официальная Иордань, сегодня дежурили около сотни полицейских, медицинских работников и спасателей. После 24-х и ноль Иордань будет перекрыта, то есть чтобы не было случайно здесь происшествий. Сами-то вы не понимаете? Пока нет. Ну, собирай. Возможно, возможно. Возможно, это своеобразный подвиг веры купаться в конце января в лютые морозы. Главное, как говорят представители церкви, чтобы это было от избытка чувств. Тогда и придет ощущение чистоты. Олег Федоров, Василий Заводский. Новости по будням. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.ntsdfiz.ru и социальные сети. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры подогнал «Симон»